Да, трансформация нужна. И я думаю, что после определенного промежутка времени, после обсуждения, часть разговорная будет усилена. Потому что, согласитесь, историк, который не может говорить, или литератор, который не может говорить, это нонсенс. Но, с другой стороны, смотрите, когда заходит разговор о ЕГЭ, всегда забывают о том, что из года в год растет количество медалистов. Но всегда на что обращают внимание? На то, что из года в год растет количество нарушений. Согласны со мной, Вячеслав Александрович? Да не совсем я согласен. Понимаете? То, что он сегодня смотрел, нет, что у нас выросло количество медалистов, не выросло. Вот я имею в виду, если в целом по информационной линии. Сколько, где нарушений, где, сколько, где, как. Ну, вот пока рано говорить о системном каком-то эффекте. Но я скажу по первым результатам. Например, количество непреодолевших ЕГЭ, определенный порог, у нас в этом году больше, чем в прошлом было. Понимаете? Это фактор, который свидетельствует о том, что достаточно честно наши ребята сдавали ЕГЭ. Государственный экзамен. Что касается медалистов. Понимаете, а дети меняются. Вот три года назад, когда мы по всей области мониторинг качества образования вводили, я побывал в нескольких школах. Попросил учителей удалиться и остался один на один с классом. И когда я спросил, трудно ребята, они говорят, да, трудно. Может быть, говорю, бросим и перестанем проводить консультации, дополнительную нагрузку какую-то там на себя возлагать. Абсолютное большинство класса, причем и в городе, и в селе, сказали Вячеслав Александрович. Нет, это не надо делать, потому что мы осознали, какие проблемы у нас еще имеются. И мы готовы их решать, несмотря на время и на все остальные обстоятельства. У нас есть звонок в студию. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, да, представьтесь, слушаем вас. Здравствуйте. Меня Анатолий зовут. Я бы хотел, министр образования Оренбургской области, задать такой вопрос. Вот я сам поступал в 90-м году, ну это уже давно, скажем, да, в наш политехнический, сейчас он называется УГУ, Оренбургский государственный университет. Я когда поступал в этот университет, я заранее готовился, ходил на подготовительный курс. Я знал, что мне нужно сдать физику, математику, там, диктанты. Вот сейчас вот у меня сын заканчивал, закончил 9-й класс. Он не знает, куда поступать. Вот пока он еще не решил, но он должен решить. Понимаете? Ну, вот нужен ли это вообще ЕГЭ? То есть, ЕГЭ приводит к тому, что происходит списывание, интернет, тихо, интернет, списывание и так далее. Ну, понятно, спасибо. И можно второй звонок сразу? Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Я по поводу названия самой передачи, да, у вас, нужно ли ужесточать условия. Для кого ужесточать? Потому что вот у меня ребенок 8-й класс закончил, да, и общаясь с более старшими друзьями, те, кто сдавали в этом году ЕГЭ. И информация такая звучит, что, например, в некоторых, я уж не буду называть, но в некоторых школах, где сдавали, доходило до абсурда, что детей обыскивали. Или, например, на экзамене те, которые присутствуют, были у аудитории, где благосклонок, так сказать, к детям относились. Ну, где-то это уже превращается в охоту за ветерами. А были, где в туалет и с открытой дверью. Не кажется ли вам, что ужесточать надо или по-человечески объяснять тем же учителям, как себя вести по отношению к детям. Вплоть до того, может быть, действительно нужны камеры, и причем выводить камеры, чтобы было видно, но если родителям нельзя, то на улице смотреть, как ребенок сдает. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, давайте на первой. Ну, наверное, со второго начнем. Ну, давайте со второго. Да. Я согласен. Ну, просто это может превратиться в итоге в охоту за ведьмами. Конечно. Я согласен. Через черт уже. Через мерное увлечение каким-либо, так сказать, событием, оно плоховато заканчивается. Поэтому культурное отношение к тому же единому государственному экзамену должно присутствовать и со стороны школьников, и со стороны учителя. Того человека, который осуществляет функции контроля. Ну, знаете, вот у нас в этом году шесть случаев использования телефона на уроке, на едином государственном экзамене. И самое обидное, что несколько человек из этих людей, попавших под, скажем так, какие-то меры карательного характера, они потенциально шли на очень высокие баллы. И никто мне, например, не мог объяснить, зачем это нужно было сделать. Я понимаю, о чем говорит телезрительница. В городе Оренбурге поставили рамку, быстро очень написали, так сказать, жалобу в прокуратуру, мы ее сняли. Хотя я вот так думал для себя, ведь все равно ребенок по тем или иным причинам попытается принести телефон. Если это не случится, это будет для него. Получается, это немножко запретный пол, всегда сладок, и уже просто какой-то... А что касается спора, что раньше было хорошо, и звезды были ярче, а деревья выше. Ну, знаете, пусть меня телезритель извинит, но в 90-х годах были случаи, когда учителя стояли за спиной и правили ошибки в диктанте. Нет, я немножко телезрителя поняла по-другому. Вот если ребенок, будучи в 9 классе, не знает, куда он будет поступать после 11 класса, вот как ему сейчас выбрать, как ему сориентироваться, чтобы потом, да не знаю, в 11 классе, вот он, да, там, в январе поймет, что он хочет быть математиком. Определяться все равно, рано или поздно придется. Что при старой системе, что при новой системе, понимаете? И чем раньше это произойдет, кстати, с помощью родителей, потому что, я так понимаю, основная эта роль должна принадлежать отцу и маме. Потому что, ну... То есть здесь не нужно списывать телезрителя всего на ЕГЭ, а наоборот заняться тем, чтобы сориентировать ребенка. То есть поймут меня пусть правильно телезрители свои родительские функции выполнять тоже в полном объеме, собственным примером, я не знаю, используя навыки ребенка, способности, склонности в конечном счете. Потому что, ну, если я гуманитарий чистый был, мне нечего было делать на физико-математическом факультете. Ну, коль мы заговорили о том, что раньше звезды были ярче, и все было лучше, да, то, вы знаете, вот по поводу ЕГЭ, да, то есть, ну, всегда, да, говорят, что ЕГЭ – это плохо, то есть, так и пока еще. То есть, вот мне даже понравилось вот сегодня, что Ливанов привел, он говорит, то есть вся вот эта шумиха вокруг ЕГЭ не прекратится до тех пор, пока именно вот сама идеология ЕГЭ не переломит эту ситуацию. Я вот к чему это все подвожу? А к тому, что все-таки у ЕГЭ есть достаточно хороший и весомый плюс. Вот я сейчас, вот Светлана Анатольевна, вот напомню, сейчас вас познакомили с одним из выпускников, который был вчера на бале «Золотая молодежь Оренбуржья». Мы ей задали такой вопрос, а вот что вот лучше, хорошо ли ЕГЭ или это плохо? Вот что она ответила, вот сейчас послушаем. Пожалуйста, вот мнение выпускницы 2013 года. Ну, сейчас такой современный век, где ЕГЭ вообще все значит. Получив 100 баллов, я могу поступить везде, ну, я так думаю, по крайней мере. Дает мне большое преимущество для поступления. А если бы не было, я смогла? Нет. Ну, поступил бы на тот факультет, который я вообще не хотела. Раньше по билетам, когда задавали, ну, учитель знал своего ученика и вытягивал как бы из него вот эти оценки. А это нет. Тут нужны, собственно, полные знания, полные знания по предмету. Ну, хороший сюжет. Ну, не хороший, хорошая, она, конечно, перепугана. Полные искренне человек говорит. Вот по ее глазам видно, что ее 100 баллов, это были честные, настоящие. Вот я просто к чему? Опять к этим проверкам. То есть зачем вот перепроверять, перепроверять постоянно? Потому что вот надзорные органы призвали вас еще раз перепроверь себе работы без исключения. Да я еще раз вам повторю. Может быть, нужно лучше все взять на информацию силе, чтобы поздравить. Я не знаю, в другом регионе существовала ли подобная практика, но в Оренбургской области мы постоянно тех выпускников, у которых высокие баллы получались, перепроверяли. Потому что изначальная установка на честную оценку, понимаете? И я совершенно спокойно отнесся призывом Рособорнадзора провести дополнительную проверку. Мы и так ее проводим, поэтому ничего страшного в этом нет. Во-вторых, знаете, ЕГЭ даже вот в моем представлении претерпели достаточно серьезные изменения, потому что в тот период времени, когда я работал в ВУЗе, и когда пошли первые выпускники с результатами ЕГЭ, я считал, что это очень плохо. А со временем все-таки я пришел к мысли, что в принципе не надо ЕГЭ ломать, а совершенствовать его. Ну, нет предела для совершенствования, но определенные моменты, связанные с разработкой отдельных, скажем так, моментов сдачи, надо вводить. А вы как, извините, как вы считаете, как нужно понимать, потому что прям коротко трансформировать ЕГЭ, потому что звонок есть. Я согласна с Вячеславом Александровичем, что ЕГЭ, во-первых, изменился за это время, существенно изменился, и действительно ребята, которые сейчас получают высокие баллы, они обладают реальными знаниями. Это видно, я тоже общаюсь с ребятами, с студентами, абитуриентами, это ребята, у которых есть действительно серьезный запас знаний. ЕГЭ должен меняться, и я думаю, сама жизнь подсказывает, в каком направлении. Вот сейчас нужно думать, как избежать вот этих массовых списываний, выкладываний. То есть главный враг – это интернет. На сегодня самое большое количество было нарушений, связанных с интернетом. Ну и другая проблема, проблема, наверное, нашего менталитета – отношение к экзамену. Человек должен понимать, что это его знание, и это его будущая жизнь, это его уровень профессионализма в будущем. И вот вопрос, когда задавали о том выбор профессии, и как бы это тоже, тут и родитель должен помочь, и ребенок, когда он учится по-настоящему, он понимает, что ему интересно. Если как бы он пофигист, если он, не знаю, на уроки не ходит, не читает, не учит, не выполняет задания, то ему и трудно выбрать профессию. ЕГЭ здесь уже ни при чем. ЕГЭ ни при чем, но так или иначе все в этой жизни переплетено. У нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Здравствуйте. Понченко Виктор Анатольевич, город Оренбург. Слушаем вас, слушаем. Чем отличается, допустим, нынешняя система образования от той системы образования, когда мы учились, когда было необходимо, короче, прийти, сдавать экзамены, ну, как говорится, каждый год. В настоящее время у нас получается так, что мы сдаем экзамены только по прошествии какого-то промежутка времени. Понятно, спасибо. Ну нет, это не так. Вот чтобы было понятно, что делается сегодня в системе образования Оренбургской области, вот мы начинаем, кстати, заниматься с ребенком, выходящим из дошкольного образовательного учреждения. То есть несколько лет подряд, пока это в качестве эксперимента, но вот с учетом ввода нового стандарта дошкольного образования, мы анкетировали каждого из наших выпускников для того, чтобы определить вообще склонность ребенка. И, по сути дела, учитель первого класса получал индивидуальный маршрут развития вот этого ребенка. И это было правильно, потому что, согласитесь, уже с раннего возраста, ну, либо надо развивать какие-то задатки, либо совершенствовать саму методику преподавания. В четвертом классе мы ввели наш региональный экзамен. Да, он не влияет на переход в пятый класс, но для учителя, который примет ребенка в пятом классе, допомню, что это будет уже не один учитель, а несколько предметников, он четко осознает, что у Лапузова или у Иванова, Петрова, Сидорова в багаже знаний. Какие проблемы имеются для того, чтобы не запускать эти проблемы, а как-то работать над ними? В седьмом, в восьмом классе региональный экзамен, в девятом государственная итоговая аттестация, а в десятом, я уже говорил, в начале года три контрольных по русскому языку, три контрольных по математике, а потом срезы, которые идут. И, по сути дела, выпускник подходит к своему рубежу, к выходу из образовательного учреждения, ликвидированный, который смог ликвидировать, если он, конечно, хочет, да, те проблемы в знаниях, которые имелись. И это, наверное, правильно. С одной стороны, ребенок приучается сдавать экзамены, во-вторых, он приобретает психологическую устойчивость, он не боится контрольно-измерительных материалов. Александр, я вас перебью, чтобы у нас Светлана Анатольевна не заскучала, потому что времени осталось немножко. Вот как вы считаете, все-таки, вот ответив на звонок телезрителя, чем наша система, вот современная система отличается от той? В лучшую, в худшую сторону? Вы знаете, она, безусловно, она несколько иная. В какой-то степени она может быть лучше, потому что, понимаете, система не может оставаться неизменной. Меняется время, меняется общество, меняются запросы родителей, сами дети меняются, поэтому система оставаться неизменной просто не может. Понимаете, дети другие, дети более гиперактивные, дети сегодня все в интернете, поэтому та система образования, у нее были свои плюсы, безусловно, и я думаю, что ее хорошие стороны многие как бы перешли в новую систему образования, она же не на пустом месте возникла, и многие люди работают еще, которые получили образование, это не такие старые люди, им там чуть за 40, чуть за 50, и они сегодня работают.